вот такие сегодня эксперименты у меня опять снова и на рыбалке два крючка пробую был у меня там так все на нижнюю все их 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 теперь как раз привязал то так что мне тут браться удобно где крючок привязаны на мормышку сейчас одевал горбунца искусственного и ничего у меня в общем на него не клювало насадил червячка сразу же две поклевочки вот ну а карасик и каша сегодня у меня новая опять основа то одна и та же дробленая пшеница но с разными компонентами так что будем ждать где-то 20 минут назад я прибыл на рыбалку блин она надо отвязать этот 2 2 чувствую чувствую что я себя поймаю сегодня на него или на него надо червячка побольше может одеть будем пробовать будем экспериментировать для того мы сюда и пришли чтобы экспериментировать а то может так еще будет больше клевать будут все говорить что так не будет клевать правильно пока сам не попробую не поверю кто-то поет машинку зацепился сегодня ветер хоть не такой как вчера но тоже холодно вчера еще замерз футболки был сегодня кофту одел я скажу не жарко так три штуки поймана ну ладно попробовать мне кажется вчера у меня глубина больше было сегодня почему-то у меня больше не получается делать вчера он туда вся кидал и там было нормально так сегодня как не кинуто у меня поплавок лежит как не кинуто поплавок лежит вот так вот тут 20 лет 20 с лишним лет 20 с лишним лет Игорь тогда работал в директор торгового дома Сандора а мы были дистрибуторами Сандоры и он приехал в Запорожье посмотреть на компанию которая много покупает итак я расскажу как это было мы не были дистрибуторами Сандоры я приехал в тот день когда юрки покупали зеленый мерседес и я привез два ящика вина в тетра паке по 12 литров и мы стояли сия достал и говорю возьмите продукцию она будет продаваться и ты пять минут смеялся в вино в тетра паке в картоне оно не может продаваться и тем не менее мы с тобой поговорили и на следующий день две машины мы вам обгрузили и вот так мы стали дистрибуторами Сандоры Игорь учил нас что такое соус менеджер почему он должен вовремя приходить в торговую точку как у него должна быть отчетность почему это правильно что такой менеджер полки когда я был услышал первый раз маршрутный лист стратегия продуктового давления на розницу и в общем в конце концов мы выросли дистрибуторов а потом стали производителями а за это время Игорь успел поучаствовать в продаже он уже является топ менеджером компании ноуз время с пользой сегодня вообще не поймя не поймя вчера он там не клювало вообще не клювало слово совсем клювало под тем камышом сегодня у меня под тем камышом нет нет клюнет но клюет на дальнем крае он там туда мне не каждый раз получается попасть клювало эх камыши ну ладно а какие ошибки у тебя были вот как будто выделил то чего тем кто нас смотрит точно не нужно повторять было несколько ошибок а самому страшной ошибка в моей жизни была когда я после продажи солдоры и пипсиколе не принял контракт от пипсиколы тогда я очень жалел на топы как веские так и не веские причины но тем не менее я принял очень не принял очень хороший контракт я не хочу говорить какие цифры были в нем написаны он год на три года но я его не принял и уехал в Одессу какие цифры ну будем говорить так базовый оклад 250 тысяч долларов в год они же бонусы по итогам года да 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 они практически практически да практически можно было выходить на там 450 тысяч долларов в год думаю с учетом эффективности фланды 500 я не принял этот контракт и уехал в Одессу в компанию витмарк на чеки которые есть в рынке мы больше 20 лет знакомы ты всегда отвечал отказом он всегда говорил я оценю наши отношения я не хочу их разрушить не хочу быть твоим подчиненным две причины очень веских первая ничего личного только бизнес? нет нет совсем другое я тебе сейчас объясню первая она как бы я буду ставить первую по вескости да я в 98 году сидя с Рамисом в моей машине поговорил и он мне сделал предложение стать юбежским директором Сандоры я потом им стал а сначала стал директором торгового дома Сандоры и он спросил сколько денег ты хочешь зарабатывать и я тогда ему сказал это было сентябрь 98 года я ему сказал ты знаешь для меня деньги не нужны хотя тогда у меня 100 долларов это были бешеные деньги мне важно чтобы меня ценили и мой труд оценивали по достоинству и все эти годы у нас с ним это получалось а второе мы с тобой настолько одинаковы по подходам по всему и ты прекрасно знаешь что в стане не может быть два вожака а быть не вожаком я не умею поэтому ты знаешь я всегда готов поставить плечо и всегда тебе говорю что работать вместе ну мы не сможем это честно поэтому если нужна будет моя помощь я всегда помогу но это будет не работа друг с другом ну честно ответ принят в общем то это все что ты мне говорил элегантно отказывая я тебе скажу по другому деньги они действительно вот я у меня сын взрослый там 35 лет и каждый раз он мне говорит почему ты не откроешь свой бизнес а почему то почему это а я ему говорю понимаешь если бы я знал как открыть свой бизнес где я смогу получать моральное и материальное удовлетворение которое я имею все эти годы то я бы наверное его открыл но я не знаю такого бизнеса это первое а второе он все время дергается ой мне здесь чуть больше предлагают я пойду ой наверное здесь чуть лучше а я ему говорю ты знаешь я 23 года работаю с одним человеком я его ценю он меня ценит а деньги они любят в долгую в тихую и в долгую поэтому вот ну мой принцип то что касается твоих предложений два лидера в стае не бывают то есть не всегда чистый бизнес не всегда не всегда чистый бизнес то что волну какой будет рынок через два-три года если говорить простым человеком не клюет вы сети отожмете нас поставщиков до полной неликвидности или вы сохраним какой-то набор коммерческих качеств и останемся привлекательными для инвесторов все это в этой жизни да привет здравствуйте друзья всем привет учиться никому не рано и никогда не поздно до встречи я считаю что всех нас ждет глобализация останется в украине и уже сейчас это началось новус поглотил билу сельпо поглотила фуршет не буду называть другие бренды но это не пропустила рынок ну думаю что останется через пять лет останется пять сетей я буду ко мне и сказал я буду с каждой бутылки один рубль одну гривну реинвестировать в развитие бренда в маркетинг и мы помним сколько тогда Яков Семенович инвестировал сколько положил ты и когда меня через два года спрашивали на чем ты поднялся я говорил только на этом и я знал от Игоря что ты это делаешь я не ошибаюсь гривну ты да видишь и ты это сделал и вот результат ну то есть тот кто сейчас хочет зайти сюда должен обладать практически неограниченным креативным или просто дизайнерсной ерундой или я не вижу вот смотри а если уже тут если он уже поставщик но он шестой или седьмой ему рисковать ему заходить в какие-то ниши ему опрашивать потребителя ему четко суть я бы сказал не тратить деньги даром знаешь есть хорошая и резкая поговорка не тратить деньги даром уважаемые сети вы очень циничны в отношении нас поставщиков ну смотрите я не понимаю взрослых может вдруг о друге говорить но вообще-то это я тоже с ним общаюсь так же как сейчас четыре штучки в общем сзади поймал там у меня тоже закормлено здесь что-то у меня перестает ну мне кажется сейчас перестает вот вот самый крупный за всю мою рыбалку здесь и вот сработал все-таки крючочек сверху вот так вот первый который клюнул на верхнюю за сегодня вот такой вот уловчик там у меня тут и и и кстати и еще вот так вот в общем кто с украины смотрит вам надо говядину разводить сошел за счет того что вымозят женицу тоже большой он датер так наверное надо разворачиваться мне в ту сторону ловить вся рыба похожа там так ну-ка сейчас проверим здесь может просто время время 1940 может время клево пришло потому что он вяжется на центрифуге которые там работают в польше недавно у меня был такой достаточно показательный он похоже время кушать у карася вот такие дела ребята мы заплатим в этом смысле как ты считаешь все таки модель производить тут и продавать в сеть или производить там настраивать производство здесь потому что рынок меняется настолько часто и быстро что должно быть очень короткое плечо между изобретением и поставки ну ты же знаешь в японии продукт живет от 4 до 6 месяцев в украине он должен жить там год-полтора потом он должен все время меняться чем мы хуже польши у нас все есть для этого такой же тетрапад если повернешься обратно такой же тетрапад как в польше стоит у нас такая же картонка концентраты такие же все я тебе больше скажу наверно томатный сок в польше делаю точно из украинских томатов ну не в польше почти поймал андатор уже за четыре или сколько три дня тут рыбача уже меня все за своего считает так вот до вот этой камышины даже доплывает иногда а а а а у а а а а а Продолжение следует...